Парламентская ассамблея Совета Европы, Страсбург. На сессии озвучили успехи Украины в принятии закона об антикоррупционном суде. Проинформировал членов делегации народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что наша страна готова бороться с коррупцией. Также он призвал членов ПАСЕ поддержать узника Кремля Олега Сенцова. Отмечу, деятель искусства в российской тюрьме объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех политзаключенных. Напомню, Сенцова необоснованно обвиняют в организации террористической группы и подготовке террористов к Крыму. А уже на следующий день одесский народный депутат Алексей Гончаренко поблагодарил генсека Совета Европы за петицию президенту РФ. И поинтересовался у Турбьорна Ягланда, поднимал ли он тему украинских политзаключенных на недавней встрече с Путиным. Однако, как заметил Гончаренко, генсек ушел от прямого ответа на этот вопрос. Сегодня, пресс-секретарь Путина уже сказал, что они не волнуются за вашу letter, и Сенцов не может быть разрешен, according to russian law, на базе твоей петиции. Какие следующие шаги вы сделаете, чтобы защитить свободы и правила, не только Олега Сенцова, но и более чем 70 украинских политических преступлений, которые были illegally убеждены на территории русской федерации и оккупированы Крыму и оккупированы Донбасс? И еще один маленький вопрос. Вы получили личную встречу с президентом Путином. Вы задавали вопрос о украинских политических преступлений? Время для всех нас дать message к двое партия, чтобы остановить эти активности увеличивающие tensions. Причем дескалить, и один вопрос дескалить, чтобы дескалить преступлений, чтобы избежать преступлений, и уничтожить преступлений. Но, first of all, I raised the issue of Mrs. Sensor, but I also raised the situation for the other prisoners on both sides. Гончаренко, в свою очередь, подчеркивает, что позиция Ягланда оставляет многочисленные вопросы. Об этом он написал на своей странице в Facebook. А в целом, по сессии вопросов и ответов, он явно в одной группе с Педро Аргамонтом. Группе потенциальных получателей пенсии от Газпрома. Ганьба! Отмечу, Педро Аргамонт ушел с поста со скандалом. Бывший представитель ПАСЭ летал в Сирию вместе с российской делегацией. Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге продлится до 29 июня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова